На сей раз я познакомлю вас со статьёй Валерия Стигнеева «Момент съёмки» в рубрике «Фотошкола» в журнале от 1986 года «Десятый номер». О чём притча? Однажды известный фотограф Ансел Адамс, возвращаясь вечером в город из поездки, оглянулся на промелькнувшую за стеклом автомобиля деревушку. Солнце уже зашло, но закатные лучи, отражаясь в небе, высвечивали глинобитные дома, покосившиеся кладбищенские кресты. Над горным кряжем вставала луна, а под ней тянулось озарённое уходящим светом длинное перистое облако. Пейзаж завораживал. Кусты вдоль дороги и за ней деревушка, горная цепь, небо – всё это по-разному освещенное темнело на глазах. Фотограф прикинул, времени у него в обрез. За минуту надо остановиться, укрепить на штативе камеру, рассчитать диафрагму и экспозицию, навести на резкость. Не теряя ни секунды, он принялся за дело. Когда плёнка была проэкспонирована, свет угас, и наступили сумерки. Один из лучших адамсовских снимков – восход луны Нью-Мексико – был сделан. Перед нами поучительный случай, когда замысел кадра возник молниеносно и почти так же быстро был реализован. Собственно, сама съёмка длилась мгновением, многие назовут его решающим. Кто-то не согласится с этим, хотя почему? Ведь перед нами чистейший репортаж. Было событие? Было, если относить к событиям и явлениям природы, что логично. Снято оно репортажным методом? Конечно. А то, что в нём не участвуют люди, не имеет значения для фотографии. Иными словами, съёмка пейзажа тоже может быть выполнена методом репортажа. А теперь ответим на вопрос, что вынесен в подзаголовок. О чём притча? Пожалуй, о решающем моменте. Немного истории. Что фотографии искусства останавливать мгновение реальности, знали с самого начала её изобретения. Но особая изобретательность по отношению к моментам фиксации, поиски самоценного мгновения возникают значительно позже, в пору расцвета фоторепортажа. И в нашей фотографии определённый период, начиная с 60-х годов, проходит под знаком эстетики решающего момента. Само выражение принадлежит Анри Картье Брессону. Хотя, справедливости ради, стоит вспомнить, что значение фактора момент съёмки фотографы поняли давно. Вот что писал Альфред Стиглиц, классик мировой фотографии, так много сделавший для утверждения её современных принципов. Следует выбрать место и затем старательно изучать линии освещения. Потом наблюдайте за проходящими фигурами и выжидайте момента, когда всё будет уравномешано. То есть, когда будет удовлетворён ваш глаз. Нередко это означает часами ждать. Мой снимок «Пятая веню зимой» – результат того, что я три часа стоял в метеле. 22 февраля 1893 года. И поджидал подходящий момент. Впрочем, ещё раньше осознали значение подходящего момента художники. Они называли его плодотворным. Понятие это ввёл в 18 веке немецкий писатель и эстет Лессинг. И успешно пользовались им при составлении композиций живописных полотен. Увлечение решающим моментом в среде профессионалов и любителей не было случайным. Развитие фоторепортажа, рост популярности жанровой фотографии, показывающей обыденную действительность в разных проявлениях, требовали умения снимать жизнь врасплох. А в таких снимках момент съёмки особенно значим. Чем важен миг съёмки? При кажущейся простоте фиксация уловленных острым взглядом сценок и случаев из жизни связана с определёнными трудностями. В самом деле, если работа над портретом, неважно в студии или в реальной обстановке, позволяет войти в контакт с героем и в какой-то мере изучить его, то тут надо в считанные секунды оценить ситуацию, выразительно запечатлеть её. Подходящий для этого момент может появиться внезапно и также быстро исчезнуть. К таким неожиданностям следует быть готовым. Зато все трудности окупятся тем, что в решающий момент, который надлежит уловить, живая жизнь сбросит свои покровы, открывая смысл происходящего. Поэтому над изобразительной стороной часто особо не мудрствуют. Композицию выбирают простой, без сложностей, но так, чтобы человек, события находились в центре кадра. Отсюда ясность содержания и в хорошем смысле однозначности столкование многих снимков. Показательно в этом отношении работа Болдина, нынешнего председателя фотоклуба «Новатор», сделанная в ту пору, когда он был начинающим любителем. Бабушка и внучек. Момент, запечатленный на снимке, показывает живой выразительный кусочек жизни. Яркие типажи, правдивость их поведения, немногочисленные детали, воссоздающие приметы времени, придают частному эпизоду черты обобщения. Перед нами жанровый портрет двух поколений. И момент фиксации автор выбрал удачно, хотя и остальные изобразительные элементы кадра не меньше работают на воплощение темы. В их ряду решающий момент занимает определенную ему авторским замыслом место. Не так давно считалось, что достаточно правильно выбрать момент съемки, чтобы смысл изображенного сам раскрылся в кадре. И уже незачем биться над раскрытием содержания, оно само проявит себя. В крайнем случае зритель легко достроит изобразительное повествование, как это происходит в бесхитростной сценке Яворского «Телепатия». Многие как раз в уникальности момента видят формулу успеха. Вот почему неопытные любители, сбивая с ног, гоняются за сюжетами, где может проявиться что-то необычное, когда артист парит в танце над сценой, вратарь в немысленном прыжке тянется за мячом, а болельщик яростно освистывает судью. Думают так. Уникальность обнаружить себя. Надо только поймать ее. Расчет строится на самоценности мгновения, и такой подход привлекает. Еще бы, ведь он указывает, как получить выставочный или хотя бы приличный снимок. Кто не слышал, как начинается щелканье затвора на выступление популярного певца при разрезании ленточки на торжестве открытия, как, впрочем, и в ходе любого великого события. Когда о нем известно заранее, и фотографы готовятся к нему. Самый подходящий сюжет – спортивное состязание. Здесь кульминация обязательна. Вес будет взят. Планка преодолена. И кто-то первым придет к финишу. Задача одна – уловить сей счастливый миг. Тут-то и начинается охота за решающим моментом. И потому за футбольными воротами у бортика хоккейной площадки, в секторе прыжков и так далее, сидит армада людей, вооруженных разнообразными камерами и специальными пропусками. Стоп! Оказывается, чтобы поймать решающий момент, важно занять подходящее место. Выходит, точка съемки тоже кое-что решает. И еще один вопрос. У многих профессиональных репортеров, ведущих спортивную съемку, есть камеры с мотором. Им-то беспокоиться нечего. В серии из 10-15 автоматически снятых кадров нужный миг не ускользнет. Ну нет. И они что-то ищут, ловят, выискивают. Что же их интересует? Творец решающего момента. На снимке Маркина взлет момент выбран по другому принципу. Это начало прыжка. До планки спортсмену еще предстоит долететь. И мы не знаем, удастся ли ему это. Да и самой планки нет на снимке, потому что автора интересовал не факт взятия высоты, а то, как преодолевалось препятствие. Чего это стоило? Не миг над планкой, не перелет, а его начало, когда прыгун, сгруппировавшись, сжавшись в комок мускулов, мощным толчком отрывается от земли. Для фотографий этот момент стал решающим. Другой пример. Уже самим названием снимка третий подход. Автор Ложков обозначил драматизм ситуации. Видимо, две предыдущих попытки окончились неудачей. Осталась последняя. Нужно собрать все силы, волю и взять вес, иначе проигрыш в личном зачете. Нехватка очков у команды. И снова фотограф оставляет нас в неведении, чем завершился поединок со штангой, ибо для автора решающим стал момент перед толчком, когда атлет в полной отрешенности застыл над притихшим залом. Пройдет секунда, другая, и его руки коснутся штанги, но зависит будущий успех от зафиксированного на снимке мгновения. Решающий момент? Еще бы! Но таковым его определил фотограф и доказал нам, зрителям, правильность своего выбора пластически изобразительно. Каков же вывод? Любая ситуация предполагает бесконечное число моментов съемки. Если хотите, можно назвать их нерешающими. Превратить один из них в решающий – право фотографа. Но при условии тщательной организации формы, а решающий момент попросту перестает быть решающим, если композиционное решение не продумано. Решающие моменты – они разные. Теперь мы можем сказать, что характерный кульминационный момент существует не столько в самом событии, сколько в осознании его фотографам, и рождается этот момент как встреча реальности и авторского восприятия. Своим опытом, пониманием фотограф обозначает момент события, выделяет в нем наиболее существенное. Такой момент может быть достаточно коротким, и тогда мы ведем речь о мгновении и снимаем с короткими выдержками, в сотые доли секунды. Но вот автор решил подчеркнуть быстроту события и снимал со смазкой. И экспозиция уже составила десятые доли секунды. А когда Адам сфотографировал восход Луны, экспозиция могла быть значительно больше. Решающие моменты возникают не только в репортаже, но и при съемке относительно неподвижной натуры. И часто их выбор зависит от взаимного расположения предметов. На лестнице появился прохожий. В доме открылось окно. Изменений погоды и освещения. Повеял ветерок, и листья дерева затрепетали. Или набежала тучка. И нежелательные резкие тени на стене исчезли. Как раз подобный момент ловил Белькович в снимке «Утренний свет сентября», когда стремился снять молодое дерево в лесу на фоне водопада солнечных лучей, пробивающихся сквозь густую листву лесных великанов. И тут неважно, как быстро изменились подходящие условия. Было ли мгновение длящимся, или скорость его протекания была высока. Другое дело, что в целом мир статичных явлений открывается фотографу после длительного общения с натурой. И сама фотография как бы возвращает нас к пристальному и обстоятельному рассматриванию предмета. Съемка такого рода сюжетов заставляет задуматься о природе фотографического времени, о том, как течение времени отражено в снимке. Когда любители освоили передачу кульминационных мгновений, которые, что называется, заметны с первого взгляда, их начали интересовать сюжеты, в которых время сжато, синтетично и словно содержит в себе сумму простых моментов, ибо такие сюжеты позволяют передать более сложные грани действительности, порассуждать о них языком фотографии. Весьма нагляден в этом плане снимок Воронина, Гол. Сюжет бесхитростный. Трое ребят играют в футбол. Однако удачным выбором момента съемки автор как бы зафиксировал в одном кадре три последовательных события, три разных состояния героев. Один только что ударил по мячу и еще пребывает в этом движении. Другой неудачно бросился за мячом, а третий уже победно вскинул руки вверх. Многофигурные снимки, вроде приведенного, можно считать особенно удавшимися, когда решающие моменты в состоянии отдельных персонажей складываются в общую картину. Выбрать главное. Поскольку многие, кто толкует о решающем мгновении, придают ему преувеличенное значение, отрывая момент съемки от других не менее важных фотографических факторов, заметим, что в доказательство своей правоты они без конца ссылаются на мнение авторитетов. Но большие мастера фотографии всегда говорили, да, действительность предлагает нам огромное обилие сюжетов, и надо уметь выбрать главное. И не столь важно, понял ли ты суть за долю секунды или размышлял гораздо дольше. Свой выбор, свои понимания ты должен подтвердить снимком, в нем передать смысл художественной формы, которая бы зрительно, точно и ярко воспроизводила сюжет. Точно – значит нажать на спуск затвора в нужный момент. Ярко – значит найти в самой действительности плоскости, пятна и линии, сочетать их так, чтобы они выразили главное во всей его сути. Отсюда внимание классиков фотографий и композиции органичному соединению зрительных элементов кадра. А назначение камеры они видели в том, чтобы передавать наше восприятие жизни. Это была статья Стегнеева «Момент съемки». Коллеги, подписываться на мой канал я вам не предлагаю, учитывая его специфичность. Но если вы это сделаете, чтобы быть в курсе о новых выпусках цикла бесед о фотографии, то это не возбраняется. Выражаю вам признательность за интерес к фотографии прошлого. О своих впечатлениях пишите в комментариях. Да, и можете посмотреть другие выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok